Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 6 ноября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар в конце торговой сессии в пятницу смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в четверг. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы видим продолжение нисходящей тенденции. На non-farm payrolls мы попытались уйти выше отметки 1.1691, но к концу торговой сессии вернулись обратно, что фактически нас возвращают на текущий момент к нисходящему сценарию с ближайшими целями закрепления ниже отметки 1.1598. Это минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу. Ну и далее уже движение на 1.1553. Уход выше максимумов, которые были зафиксированы в четверг и в среду, а именно 1.1688 уже вернет нас к покупкам по паре евро-доллар. Пара британский фунт и американский доллар продолжает снижаться. На текущем ближайшая цель по снижению это закрепиться ниже минимальных значений пятницы, отметка 1.3038. Ну а ближайший разворотный уровень для возможных покупок находится в области максимальных значений пятницы на отметке 1.3131. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться. На ближайшие цели это закрепиться выше отметки 1.1443 и далее двинуться уже на 1.115 и 1.116. Ближайший уровень разворотный, который находится в области 1.1362, именно преодоление данного значения в рамках часового таймфрейма вернет нас к продажам по данному активу. Также напомню, что в рамках дневного таймфрейма мы стоим вблизи области сопротивления и начала коррекции, у которого довольно-таки вероятно. Но пока тенденция остается именно на укрепление в рамках часового таймфрейма. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. В четверг смогли уйти ниже минимальных значений 1 ноября и собственно дальше тенденция сохраняется нисходяще. Ближайшая цель это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, отметка 1.2714. Ну и ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях пятницы в области 1.2836. Пара австралийский доллар и американский доллар в пятницу также уходят ниже минимальных значений четверга, закрепились за данным уровнем, что возвращает нас к тенденции нисходящей в рамках часового таймфрейма. Ближайшая цель это закрепиться ниже отметки 0.7638 и далее уже пойти на 75.68. Уход выше максимальных значений пятницы вернет нас к покупкам по данному активу, то есть преодоление области 77.16 будет означать начало краткосрочного восходящего движения по данной паре. На текущий момент приоритет остается также продажа. Пара еврофунт продолжает укрепляться. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях пятницы. Это область 88.73. Вблизи этого уровня сейчас пара и торгуется. Ну и если мы сможем закрепиться ниже данного уровня, то в рамках часового таймфрейма вероятное начало коррекционного нисходящего движения в область уже 87.58. Ну а для восходящего движения ближайшие цели это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу и в четверг отметка 89.33. По золоту в пятницу мы вернулись к тенденции нисходящей на часовом таймфрейме, преодолели минимальные значения 2 ноября, что собственно и вернуло по золоту нас к снижению. Ближайшие цели на текущий момент это преодолеть минимальные значения пятницы, отметка 1265 долларов за тройскую унцию, ну и далее пойти уже на 1259. Преодоление максимальных значений, которые мы видели в пятницу, область 1280 долларов за тройскую унцию вернет нас уже к покупкам по данному активу. Но на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция остается нисходящая. Нефть марки Brent сегодня с утра уже преодолела максимальные значения, которые мы видели в пятницу, отметка 62.65 была взята данным активом и на текущий момент ближайшие цели по восходящему движению это область 67.10. Преодоление минимальных значений пятницы в области 60.89 может нас вернуть уже непосредственно к продажам по данному активу. На текущий момент покупки все так же остаются в приоритете. Индекс DAX продолжает штурмовать максимальные значения. В пятницу мы вновь видели обновление локальных максимумов. Пока исторический максимум зафиксирован в области 13503 и тенденция на укрепление остается в приоритете. Уход ниже отметки 13427, минимальное значение, которое мы видели в пятницу, уже нам скажет о начале коррекционного нисходящего движения по данному активу. На текущий момент, пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете. Ну и биткоин. Сегодня с утра мы видим торговлю уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. В воскресенье преодолели отметку 7291 и пока в рамках часового таймфрейма мы наблюдаем начало коррекционного нисходящего движения. Если мы сможем закрепиться ниже данного уровня, то тенденция продолжится именно нисходящая. Ну а преодоление максимального значения, которое мы видели в воскресенье, это отметка 7568 долларов за один биткоин, уже вновь вернет нас к покупкам по данному активу. Пока в рамках текущего дня тенденция на ослабление, то есть начало коррекционного движения по биткоину более вероятна. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что если вам нравится данный обзор, то обязательно ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео. И напомню, сегодня в понедельник, как всегда, в 19.30 по Москве пройдет вебинар, на котором мы более подробно разберем все из вышеперечисленных инструментов с перспективами на предстоящую неделю. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели. И увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...